Павел Николаевич, ну поясните, пожалуйста, все-таки, что за счета, что за фирмы? За неделю до президентских выборов лично Памфилова вышла и сказала, Грудинин, мы проверили, никаких счетов и никаких иностранных компаний у него нет, поэтому мы совершенно спокойно можем его допускать до выборов. Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина, скажем, как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, потому что он это заявление подал 8 января до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований. И мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово. У нас есть все необходимые документы, в том числе и налоговые. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют, потому что если здесь перечитаем только по поводу того, что на шести каналы государственных, насколько на каналы государственных происходит, посмотрите, что происходит в интернете. Давайте сегодня поставим, вот доведем до граждан, как тех форумов, которые обязаны, поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина. Да, действительно. В 2003 году совхоз и главные акционеры сложили по 5% акций, делали 20% и передали их в этот офшор, потому что в 2003 году была рейдерская атака. А у нас есть две вещи, которые заставляют бизнесменов России уходить в офшоры. Это первое, те, которые хотят вывезти деньги за рубеж в виде дивидендов. И второе, это те, которые защитить свой бизнес хотят просто. И поэтому была создана компания, причем даже у нас был специальный заместитель, директора по экономическим вопросам, который этим занимался. И вот эти вот, была создана компания без расчетного счета, такая номинальная компания, которая учредила российскую компанию, которая имела здесь в России расчетный счет, и 20% акций лежала там. Ну, и на самом деле, про него все забыли, потому что никаких денег... Еще раз, мы никогда совхоз и не платили дивиденды. А если совхоз и не платили дивиденды, деньги не могли уходить акционерам, а эта компания, которая учредила, вот эта иностранная компания была акционером, и, соответственно, не могла уходить за рубеж. Поэтому у него не было расчетного счета. Эту компанию 5 апреля 2017 года я передал председателю Совета акционеров, потому что было понятно, что какие-то избирательные циклы, а ее нужно было передать. Ну и все. Потом, в декабре 2018 года, он ее закрыл, потому что уже не было смысла в этой компании. И мы спокойно жили, зная о том, что компания закрыта. А вдруг, и вчера это выяснилось, юристы, которых полихата предоставил моей жене, добились в суде решения, которое вообще не могло быть, потому что в Виндовском городском суде, в судебном заседании были документы, которые было видно, что компания принадлежит не Грудинину, это еще до развода, и эта компания закрыта. И в суде были эти документы. Но, несмотря на это, судья Смирнов принял какое-то странное решение, что якобы нужно разделить эту компанию. Поскольку она была закрыта, мы спокойно жили, точно знали, что ничего не было. Вчера юрист полихата, который полихата предоставил Ирине Игоревне, один из юристов, потому что там целая группа юристов, человек 20 работает над разрушением совхоза, заявил, что он ездил в Белис. А там где-то под Пальмой, там есть разные же компании, тоже за деньги в этой стране можно сделать все, что угодно. Взял и реанимировал как будто бы эту компанию. Но никакого отношения к Грудинину эта компания не имеет. Почему? Потому что если уж и реанимировать, то все равно надо было Каменицкого Сергея Петровича делать собственника в этой компании. Это очень невозможно. Поэтому документы, которые были представлены в Генпрокуратуру, это тоже очень интересная детективная история, потому что за два дня получить ответ на запрос в Генпрокуратуру из Белиза невозможно. Это просто невозможно сделать. Поэтому, судя по всему, документы, которые были представлены в прокуратуру, они без подписи, без печати, без опостили. Я вчера из Великой комиссии показывал, как выглядят документы из этой страны. Довольно серьезная защита, печати, которые подделать довольно сложно. Там опостили, там переводы, там много что нужно. Поэтому мы вчера из Великой комиссии показывали, что на самом деле это обыкновенная фальшивка. Но из Великой комиссии вообще не интересуются чистотой момента. Сначала они устроили какой-то цирк и заседание, а после этого сказали, знаете, а у нас вообще есть письмо прокуратуры, с прокуратурой разбирайтесь. Поэтому надо просто понять, что нас специально сначала загоняют в какие-то рамки. Вот, например, ну, не было рейдерских захватов в 2003 году. Никто бы не создавал эти компании. Никто бы не пытался защитить свой бизнес, если бы в России судопроизводство было нормальным, отделенным от государства, от чиновников, от Единой России. А тут мы видим, что по желанию любого, скажем, сильного или обреченного властью, суд может принять такие решения, которые потом... Ну, это ситуация с миллиардом, это ситуация с разделом имущества. Можно ли в России за один день получить инвалидность? Оказывается, можно. Причем, можно ли сначала из Москвы прописаться в Московскую область, и потом за один день получить? А потом взять и уехать, например, через неделю на горнолыжный курорт, имея в руках документ, что ты не передвигаешься без колясок. Можно, оказывается, все можно. Поэтому удивляться тут ничего не приходится. Другое дело, что все сделано очень грязно, и так, с применением, ну, скажем так, грязных технологий. Но мы к этому уже постепенно привыкаем, вся страна. Панфилова сказала, ну, это как-то смешно даже, противоречит ей же самой. Она говорит, что мы ничего не можем расследовать, мы не следственный комитет, и тут же устраивает какое-то расследование, приглашая и давая трибуну адвокатам, бедной женщине, у которой два адвоката, оказывается, с такими возможностями. Я там в заседании Центральной избирательной комиссии сказал, вы не путайте. Ирина Игоревна дала доверенность Полихате, Владимиру Полихате. А Полихата дал доверенность вот этим юристам от фирмы Юст. Это не два человека. Это больше двух десятков людей, которые, вот вчерашний вот этот вот выступающий, он ведет, скажем так, представляет интересы рота Агра, пайщиков, которых никогда в Сахозе не было, акционеров. Плюс к этому он еще ходит на всякие судебные заседания, связанные, ну, скажем так, с администрацией. И поэтому эта история же очень интересная, когда, вот, кстати, этот же так называемый юрист ездил в Ангарск, Иркутской области, есть такая, значит, а там выступал против фирмы, которая принадлежит Левченко, которая сейчас сидит. То есть это такие группа, как сказал один раз наш президент, юристов с низкой социальной ответственностью, которая выступает в интересах Единой России. Потому что как только где-то нужно какое-то грязное дело провернуть, появляются вот такие ребята. Они в ботинках, которые по стоимости превышают мою зарплату месячную. Они ничего не боятся, потому что они прикрыты спецслужбами. Они, к сожалению, абсолютно беспардонные, наглые. И у нас есть куча магнитофонных записей с судов, где эти люди фальсифицируют доказательства, а потом делают вид, что ничего не происходит. Какой смысл обращаться в суды? Панфилова говорит, вы можете обжаловать, но мы же знаем эти суды, тем более видновский суд, по сути он может все что угодно принять, любое решение. И в том, что вы, я не знаю, международный террорист, ведь все эти истории, связанные с захватом Дома культуры, были стадионом школьным, все были поданы так, что вы злодей, понимаете? Хотя жители-то знают, кто отказывается от заключения аренды на стадион, даже на безвозмездной основе. И тот неспециалист, который озвучил такие знания в области офшоров, я имею в виду из Центральной избирательной комиссии, он тоже допустил, что этот офшор очень грязный, и он связан с террористами. Павел Николаевич, это, как вы считаете, это все имеет какую-то перспективу в судах или где-то еще? Или это политические вопросы, он должен решаться политическим образом? Ну, давайте так. В цивилизованном обществе нет другой схемы, как обратиться в судебную власть. Но в цивилизованном обществе судебная власть отделена от исполнительной и от законодательной власти. У нас в России произошло следующее. Срослись три власти в одну, по сути своей. В Виновском городском суде все проигрывают, в том числе и журналисты, семья Саблиных, по одной простой причине. Это уже полностью такая зона ответственности, скажем так. То есть всю страну разделили на куски и раздали вельможам. Ну, боярам или как хотите, князья называли. Эти князья управляют, именно как губернии в свое время отдавались на кормление семьям каким-то. Так и сейчас. Отдали Московскую область на кормление. И с нее кормятся. Разрезали на куски, отдали районы на кормление. И они кормятся. И вот поэтому, кстати, вы не можете ничего сделать, и мы не можем ничего сделать с изъятием лесов, с захватом земель, по паям колхоза Владимировича и колхоза Горького. И полный беспредел. Куда ты не писал в прокуратуру, в суд, в любые органы. Везде ты получаешь отписки или там, ну, скажем так, невнятный ответ. Ну, поэтому они жрут Россию. Вот эта вот фраза «Едим Россию» это как раз им подходит. Вот они дошли до совхоза Ленина. Но другого выхода, кроме как судов, у нас нет. Потому что, соответствую с законом, пока ты не прошелся нашей инстанции, ты не можешь обратиться в Европейский суд. Кстати, я вчера говорил, что Россия признала Европейский суд правым человеком. Она сама обратилась в отношении Украины в Европейский суд. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно, правда, это будет, скорее всего, очень поздно, потому что обычно там 5-6 лет прохождения, скажем так, документов, ну, когда-нибудь справедливость восторжествует. Продолжение следует...